библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут Дмитрий Ильич Добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами продолжаем читать третью книгу маковеев и сегодня вторая глава в первой главе рассказывается о том как нечестивый царь Толомей 4 филопатор решил войти во святое святых и весь народ Иерусалима пришел в волнение пришел в храм окружил этот храм начал молиться о том чтобы этого не произошло и вот во второй главе начинает рассказываться о том что вместе с народом молился и первосвященник Симон давайте прочитаем немного из второй главы а затем попробуем объяснить это и так первосвященник Симон преклонив колено перед святилищем и благовейно распростишь руки творил молитву господи господи царь небес и владыка всякого создания святые вы святых и за властвующий вседержитель призре на нас угнетаемых от безбожника и нечестивца надменного дерзостью и силы ибо ты все создавший и всем управляющий праведный владыка ты судишь тех которых делают что-либо с дерзостью и превознесением ну давайте здесь посмотрим на эту молитву здесь конечно достаточно все понятно обращение господу указывается что он небесный царь он владыка всего созданного здесь пожалуй единственное такое ну сложное место святые вы святых это это выражение можно понять двояко во первых это намек конечно на святое святых в иерусалимском храме храме куда хотел войти филопатр однако можно понять еще так что вот есть святые это еврейский народ и у них есть бог святой бог он единственный имеет власть и он вседержитель ну вседержитель в греческом пантократор бог неоднократно помогал евреям как когда на них нападали вот эти безбожники нечестивцы то есть язычники дальше бог и да и бог неоднократно это делал ну давайте дальше ты никогда погубил делающих беззаконие между которым были исполины надеявшиеся на силу и держать и навел на их безмерную воду здесь отсылка к истории который рассказывается в шестой главе книги бытия про вот этих исполинов которые родились в результате союза сынов божих и дочерей человеческих и эти исполины погибли в водах потопа вот это место шестой главе она достаточно сложная кто такие сыны божи кто такие дочери человеческие кто такие исполины есть разные толкования от понимания что сыны божии это ангелы есть толкование что это сифиты богочестивые потомки сифа это могут быть просто какие-то высокопоставленные люди ну так можно сказать дворяне дочери человеческие так как обычные женщины либо потомки потомки каина либо простолюдинки но вот куда интереснее слова исполины часто у нас это понимается как просто гиганты великаны не рассказывается о том что когда-то жили на земле великаны но но в еврейском тексте там стоит слово которое означает такое понятие как полу бог полу человек и вот многие языческие цари чтобы подтвердить свою власть говорили что они происходят вот их предки происходят от этого союза но для библии эти исполины это те которые были причиной потопа и вот бог уничтожил этих исполинов как бы намек на то что вот есть царь он там почитается как бог ведет себя как бог но и он будет тоже уничтожен как когда-то были уничтожены исполины читаем дальше ты сожжок огнем и серую сада содомлен поступающих надменно явно делающий зло и поставил их в пример потомкам здесь уже отсылка к следующей истории рассказывается об уничтожении содома которые поступали надменно почему потому что они нарушали тот закон который вложен сердца человека закон который распространяется на всех на верующих и верующих в истинного бога или даже язычников потому что они посягали на неприкосновенность другого человека и вот этот пример потомкам во первых это история во вторых это мертвое море который можно было пойти посмотреть ну как откуда она взялась вот из-за разрушения содома следующая история эта история о фараоне ты дерзкого фараона проработивший твой святой народ израиль израиля посетил различными многими казнями его твоя власть и показал эту великую силу здесь конечно отсылка к египетским казням и тем чудесам которые показал господь в египте и когда он погнался за ним ты потопил у вас колесницы множество народа во глубине моря а тех кто на надеялись на тебя владыка всякого создания ты правил невредимая не увидев дела руки твоей восхвали тебя вседержителя ну здесь конечно же отсылка на историю перехода евреев через черное море гибель войска фараона здесь сказано что погиб и фараон но в книге исход указано что погиб погиб только войска вот евреи переходят через черное море и моисей воспевает песню которая находится в 15 главе книги исход и к этой песне присоединяется и повторяет мариам и другие евреи ты царь создавший беспредельную неизмеримую землю избрал этот город осветил это место во славу тебе ни в чем не не имеющему нужды и про славу его твоим величественным явлением обращал его к славе твой великого достопочтимого имени здесь рассказывается что бог создал всю землю но со всей этой земли бог выделил отделил только один город где он являлся потому что когда был построен 1 иерусалимский храм сала храм соломона господь показал что он пребывает в этом храме хотя этот храм был разрушен а потом был восстановлен и вот люди которые видели этот храм понимали величие бога читаем дальше по любви к дому израилю ты обещал что если постигнет нас несчастье обымет угнетение и мы придя на место себе помолимся ты услышишь молитву нашу дом израилев это еврейский народ и здесь отсылка 3 книги царств где рассказывается о том что когда был построен 1 иерусалимский храм и он был освящен то царь соломон молился и говорил о том что это это место станет местом молитвы читаем дальше и ты верен и истине и много раз когда отцы наши подвергались бедствием ты помогал им в их скорби избавлял их от великих опасностей это действительно так было потому что когда евреи были благочестивы то бог хранил иерусалим храм конечно от захват когда же евреи отступали от истинного бога то иерусалим захватывался а храм разграблялся а иногда и даже уничтожался вот и мы святой царь за многие великие грехи наши бедствуем преданы врагам нашим из нему из немогли от скорбей первосвященник указывает на то что вот это происходит за грехи евреев хотя если почитать первую главу видно что евреи живут благочестиво но ко времени когда происходят эти события евреи стали понимать что на самом деле конечно они грешники в таком упадке нашим это дерзкий частей покушался оскорбить это святое место посвященной земле славную имени твоему ибо хотя жилище твой твой небо небес непостижимо для людей но ты благоволил и ведь славу твою народу твоему израилю осветил место 7 давайте здесь остановимся вот на том понимание на выражение небо небес иногда так когда нас спрашивают где живет бог ну и такой ответ бог живет на небе но тут же гагарин в космос летал бога не видел ну и мы отвечаем бог живет на духовном небе но этот ответ правильный но в нем есть определенная такая но ошибка коту который можно прийти если так слишком буквально это все понять но раз существует духовное небо и бог живет на этом небе то получается что бог живет где-то в каком-то месте а если он живет в каком-то месте на что в каком-то месте не существует и получается это вступает противоречие с нашим вероучением потому что мы говорим о том что бог живет везде или он там присутствует везде нет такого места где вы бога не было что священное писание говорит когда рассказывает о том что бог живет на небе или даже вот как здесь сказано на небе небес вот этими выражениями священное писание хочет показать что бог он не такой как этот мир вот есть земля на котором живут люди и там все мы живем земля и что противоположно земле а противоположно земле небо и поэтому бог не такой как эта земля и как где он на небе но на чтобы подчеркнуть абсолютную инаковость божию что бог совершенно другой библейский автор используют это выражение небо небес то есть как будто вот у этого неба которое отличается земли есть еще и свое небо то есть так можно выразиться бог не просто не похож на человека он абсолютно иной вот сказано о том что небо небес не достижение для чего для людей но так как люди могут вступать в общение с богом и для этого бог выбрал определенное место это место является храмом не отвечая нас за нечистоту их и не накажи нас за сквернение чтобы не тщеславились беззаконе мысли своих и не торжествовали при вознесе при возношении языка своего говоря мы попрали дом святыни как попирают дом и скверны здесь в этом отрывке есть определенная неточность в переводе об этой об этой неточности экзегета указывают которые разбирают этот отрывок значит получается что бог накажет евреев если читать этот текст бог накажет евреев за то что язычники осквернили храм но в чем тогда в чем тогда вина евреев если осквернили язычники и если бог их будет наказывать они 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 те кто сквернили то как же богу можно назвать справедливым но если посмотреть в греческий текст то смысл там такой автор просит чтобы бог не наказывал евреев а осквернением этого святого места то есть вот понятно что евреи грешили но чтобы их наказание не было таким таким жестоким ну и соответственно если это произойдет то язычники беззаконники язычники будут торжествовать и говорить и говорить о том что мы и этот храм попирали то есть мы в него входили и делали в нем все что хотели как делают делали в других из и в других храмах да мы скверны это выражение которое обозначает языческие храмы оставь грехи наши отпусти неправду наши и ве милость в часе есть скоро да предварят на щедроты твои дай хвалу устам упадшую духом и сокрушенным сердцем дару нам мир это молитва которой молится первый священник симон это симон второй сын благочестивого первого священника они второго у него есть прозвище симона симон праведный то есть этот человек действительно засвидетельствует свою свою веру свою праведность и его молитва похожа на те молитвы которые встречаются в других не канонических книгах хорошо какой же ответ на эту молитву итак читаем дальше тогда всевидящий бог и над семьи святые во святых услышав молитву смирения поразил намевающая насилием и дерзостью сотрясая его туда и сюда как тростник ветром так что он лежа неподвижно помочь и будучи расслаблен членом не мог подать даже голоса постигнутый праведным судом здесь тоже используются те же выражение святые во святых который слышит молитвой и этот царь был поражен расслаблением то есть у него наступил паралич вот эта история о падении царя похоже на ту историю которая рассказала второй книге маковеев где там гелиодор или или адор был поражен таким же образом он тоже пытался войти в храм тогда его друзья и телохранители виде внезапную тяжкую казнь постигшую опасы и опасая чтобы он не лишился жизни поспешно вынесли его будучи сами поражены чрезвычайным страхом через несколько несколько времени придя себя после испытанного наказания он нисколько не пришел в раскаяние удалился жестокими угрозами обратите внимание человек пережил чудо бог и бог явился в его жизни он его наказал это чудо но какая реакция этого человека разве он покаялся разом изменил свою жизнь ничего подобного он стал пошел и замыслил наказать евреев если он не может наказать бога хорошо идемте дальше возвратившись египет умножая дела своей злобы он с упомянутыми участниками в пиршествах и друзьями забывшим всякую справедливость не только присыщались бесчисленными судодействами но дошел до такой дерзости что прямо произносил там проклятие на иудеев и многие из друзей его смотря например царя и сами следовали его желанием до бога невозможно добраться будем наказывать евреев вот тут упомянутые пиршества скорее всего это не только не только какие-то совместные обеды но это какие-то религиозные трапезы почему потому что из дальнейшего текста становится понятным что царь не просто устраивает гонение на евреев на этой религиозные гонения наконец он решился публично придать позору народ иудейский и поставил на башне своего дворца столб сделал на нем надпись кто не приносит жир тому не входить свои священные места иудею же всех ввести в пересе простого народа и зачислить рабкость рабское состояние а кто будет противиться тебя брать силу и лишать жизни несенно же в перепись отмечать выжигая им на теле знак диониса лист плюща после чего отпускать их назначенным состояние с ограниченными правами но чтобы не сделать снявестный для всех он прибалок в написании что если кто из них пожелает жить по обрядам языческим тем даровать равные права с александрийскими гражданами давайте здесь разберемся значит действительно известно что цари вывешивали свои указы чтобы все могли их читать что здесь кто не приносит джер тому не входить свои священные места какие жертвы евреи же евреи же приносили жертвы в иерусалимском храме нет конечно здесь имеется жертвы которые нужно приносить языческим богам а так как евреи отказывались участвовать в языческом культе то для них закрывались синагоги синагога жертв не приноси жертвы не приносились но евреи там собирались и понимали синагоги как священное место для себя ну и поэтому им не давалось право значит дальше тех кто отказывается отказывается приносить жертвы вносить в перепись в рабского состояния что там за история значит когда александр македонский завоевал египет то коренные египтяне ныне это копты они попали в такое полу рабское состояние значит греки которые переселились в египет или были потомками вот этих македонских воинов они имели полные права но вот у евреев которые и добровольно и насильственно переселялись в египет у него такое среднее состояние то есть они не были рабами но и не имели полноты всех прав ну вот вот в таком но все-таки они были свободными они имели право так автономии право жить по своим законам и вот они так и находились что царь говорит если евреи не будут поклоняться языческим богам то они будут лишены всех привилегий и перейдут в такое вот состояние в котором находились коренные египтяне то есть по у рабское состояние если кто будет этому противиться этих лишать жизни а те кто согласен согласен им на тело ставится знак диониса лист плюща виноградная лоза и плющ считались такими знаками вот знаками бога диониса там были причины потому что когда дионис был маленьким по легендам он его колыбель была спрятана выросшим плющом его там не увидели в общем вот этот знак диониса он был распространен здесь в этом клейме есть некая даже такая насмешка над евреями потому что как бы получается это знак рабства но с другой стороны почитатель особые почитатели диониса они сами себе ставили вот этот знак как будто они принадлежат дионису то есть получается как евреи и в рабское состояние переводится да еще не получают клеймо почитателя языческого бога то есть принадлежащие языческому богу то есть такое издевательство вот но однако царь предлагает что если кто-то решится приносить жертвы языческим богам то они получат равные права с александрийскими гражданами возможно кто-то на это даже и шел вот читаем дальше посему никто ради права гражданская презрев отеческое благочесть поспешно передались как будто могли они от будущего общения царем приобщиться великой славы ну понятно что великая слава в данном случае не земная а небесная но большая часть укрепились мужеством мужеством духа и не отпали от благочестия они отдавали денег за жизнь свою и боязвенно пытались избавиться от записи имея добрую надежду получить помощь и отпавших отвращались почитая их врагами своего народа избегая всяко общение с ними и дружеское обхождение значит идет перепись и в эту перепись вносятся имена евреев но проблема взяток было всегда и вот вот этим переписчиком давались деньги чтобы евреев туда не записывали но видимо не все это делали потому что они видимо не у всех были деньги и не было возможности и гонения все-таки коснулись коснулись евреев но об этом уже в следующей в третьей главе мы с вами были на библейском портале экзегет мы с вами читали вторую главу третьей книги маковеев и меня зовут дмитрий горч добыкин спасибо за внимание всего доброго до встречи и и Продолжение следует...